Объединение Губкинского и Пурпе – одно из самых значимых событий в этом году. Именно за этот вариант проголосовало большинство телезрителей во время прямого эфира с участием главы города. О планах по развитию Пурпе Андрей Гаранин рассказал в первую очередь. Главное – обеспечить транспортную доступность территории. Каждую сторону туда и обратно будут ходить 25 рейсов ежедневно. Периодически это практически каждые полчаса, особенно это актуально в утреннее время, когда люди едут на работу в вечернее время, будут поздние рейсы. Это очень удобно будет для жителей новой объединённой территории. И самое главное, что сейчас стоимость проезда стоит для взрослых 70 рублей. У нас это будет стоить в новом тарифе 50 рублей. Для детей это 10 рублей. В планах и установка тёплых остановок в Пурпе и Пурпе-1. Отдельное внимание развитию присоединённой территории. Мы планируем, что мы построим очень много детских игровых комплексов, общественной территории. Поработаем над освещением. Мы отремонтируем за три года больше 9 километров автомобильной дорожной сети на посёлке Пурпе и Пурпе-1. Это колоссальный объём работ. Причём выполнять работу будем там, где есть непосредственно запросы у населения. В Губкинском такой запрос и на развитие сферы услуг. Горожане ждут появления новых сетевых ресторанов и магазинов. В планах открытие ДОДО «Пицца» в Островке и строительство торгового центра. Мы сейчас очень активно и уверенно идём к тому, чтобы появился инвестор, который будет строить большой торговый центр не менее 7 тысяч квадратных метров. Традиционно популярен жилищный вопрос. В прошлом году из аварийных домов переселили 133 семьи. В этом уже 370. Всё благодаря строительному буму, который продолжится и в следующем году. Если в том году мы ввели домов на 13 тысяч квадратных метров, в этом году это будет 19 тысяч квадратных метров, то в 2022-2023 год у нас будет обеспечен ввод беспрецедентного объёма. Это более 50 тысяч квадратных метров в 2022-2023 году. Волнуют жителей и ремонт дорог. На эту тему во время эфира поступило несколько вопросов от телезрителей. В 13-м районе действительно завершены уже работы по замене тепловых сетей. И около четвёртой школы. Там осталась немножко работа связана с безопасностью дорожных движений. Асфальт уже положен был месяц назад. Думаю, что к концу каникул мы их откроем. Посетители школы уже могут с комфортом туда ездить. Полным ходом идёт подготовка к новогодним праздникам. В ближайшей перспективе – возведение ледовых городков. Губкинский планирует украсить уже к 15 декабря. У нас будут очень красивые, современные, малые архитектурные формы, новые. Дмитрий Андреевич, наш губернатор, традиционно уже на протяжении нескольких лет делает всё, чтобы ямальцы, в том числе и губкинцы, ощущали чувство праздника, чувство Нового года полноценно. Поэтому в этом году тоже будет много интересного. Раскрывать всё не будем. Хочется, чтобы это был сюрприз и подарок нашим гаражам. Полную версию прямого эфира можно посмотреть на страничках телерадио компании «Вектор» в Инстаграме и ВКонтакте. Елена Шестакова, Данила Индюков, Олег Короткевич. Новости Губкинского.